За окном снег и минусовая температура. От городской суеты, ветра и холода ульяновцы спасаются дома. Однако, как показывает практика, настоящее тепло с началом отопительного сезона пришло не во все дома. К нам в редакцию обратилась жительница второго подъезда дома номер 9 на Киевском бульваре. По ее словам, в своей трехкомнатной квартире она не может согреться уже почти 30 лет. Я живу с 88 года, и с 88 года у нас при Шаманове было вообще ужасно, а после Шаманова у нас чуть-чуть температура улучшилась. Там было у нас 13-15 градусов, а сейчас у нас стало 19. Вот с 0,5 приезжали, намерили 17, даже с половиной уехали. В квартире женщина одевает на себя по две пары штанов и свитеров, а сверху натягивает шерстяные носки, чтобы не ломило суставы. Со своей проблемой пенсионерка обращалась в самые разные инстанции. Ответ один – все по стандарту. 20 градусов есть, значит, все нормально. С этим вопросом мы обратились к начальнику единой диспетчерской службы 0,5, чтобы разобраться в нормативах. Согласно нормативной правой базе, постановлению 354, санитарным нормам температура в жилых помещениях на территории города Ульяновска должна составлять 20 градусов по Цельсию и 22 градуса в угловых квартирах. Зачастую собственники, жители, наниматели будут некоторые подменять понятия нормативных требований и ссылаются на температуру теплоносителя в обогревающих элементах, в стояках. Как делают замеры в ее квартире, Вера Федоровна до сих пор не поймет и объяснить не может, поскольку на ее домашнем градуснике отметка выше 17-18 градусов поднимается редко. Женщина говорит, что низкая температура в ее квартире держится из-за неправильной закольцовки системы отопления, которая отражается на температурном режиме всего подъезда. Вот и получается, что пенсионерка мерзнет, часто болеет и тратит немалые суммы на лекарства. Каждый год, начиная с конца сентября и до мая, сейчас закончится, дай бог, если его опять не начнется. Я в прошлом году, если взять мою карточку, начиная с конца сентября и до мая, я бронхитом болела. Трижды мне делали горячий укол. Единственное спасение для Веры Федоровны – спальня, где тепло и хорошо. Там, по ее словам, некоторое время назад управляющая компания все же поменяла трубу у всего стояка, и чудо свершилось. Батареи из ели теплых превратились в огненные. Факт то, что мне хочется, чтобы хоть чуть-чуть, чтобы тело отдыхало за целый день, оно отдыхает только вот в спальне, когда я ложусь спать. В спальне у нас не холодно. Соседи тоже жалуются на низкую температуру в квартирах. Уже писали коллективную жалобу управляющую компанию. Они платят за отопление ровно столько же, сколько и другие жители многоэтажки, у которых 25 градусов в жилых комнатах. Из последней ноябрьской суммы за квартплату в 4700 Владимир Валентинович отдал 1700 за отопление. На все наши обращения, разговоры и вопросы просто один у вас здесь стоит обратка. А нас это как должно волновать? С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию «Мастердом», который обслуживает дом. Там нам ответили, что про неправильную закольцовку, то есть неэнергоэффективную систему отопления, слышат впервые. Оборудование во всем доме стоит стандартное. Есть даже прибор погодного регулирования. Начальник участка номер 6 Татьяна Евсеева по телефону пояснила нашей съемочной группе, что по нашему запросу утром 13 декабря в квартире Веры Корчагиной вновь были сделаны замеры. 19 градусов насчитал прибор в кухне, 21 в спальне. Женщина согласилась с этими цифрами и акт подписала. Цифры оказались даже выше нормы. Однако какая температура будет, когда столбик термометра на улице покажет минус 20? Получается, что все по нормативам согласно закону, а люди в своих квартирах мерзнут. В диспетчерской службе нам пообещали держать этот вопрос на контроле и обязательно навестить пенсионерку.